Участница спартакиады Юлия Семенихина с детства занимается легкой атлетикой и настольным теннисом. Девушка представляет команду промышленного района. Юлия уверена, в ее дисциплинах равных ей нет и рассчитывает на победу. С прекрасными весенними чувствами занять опять золото, как солнышко. Такие мероприятия очень нужны, необходимы, они очень реабилитируют, симулируют. Для нас это как вдохновение, можно сказать, мы живем от соревнований к соревнованиям. В спартакиаде принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья, с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Они соревнуются в командном зачете в нескольких дисциплинах – настольный теннис, стрельба, дартс, легкая атлетика, плавание, армрестлинг, шахматы и шашки. В упорной борьбе шансы на победу у всех равные, признается главный судья спартакиады. Победа дается всем очень тяжело, каждый год победители меняются. То есть, ну, в общем-то, кто ответственно подходит, те становятся победителями. По словам замдиректора Самарского центра развития физической культуры и спорта Елена Спектр, в городе особое внимание уделяется привлечению к занятиям физкультуры и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Из года в год интерес к спорту среди инвалидов растет как у взрослых, так и у детей. Мы уделяем особое внимание этой категории, стараемся подойти так, чтобы было удобно, комфортно. Кроме программы для взрослых, у нас есть еще несколько мероприятий, мы организуем для детей инвалидов. Недавно у нас прошел в парке Гагарина праздник для детей с ограниченными возможностями. И также зимой мы проводим физкультурные мероприятия, на них связанные со спортом, где они могут немножко подвигаться, попрыгать, побегать, проявить какие-то интеллектуальные способности. Победители спартакиады поборются за победу на областных соревнованиях. Галина Топелина, Григорий Плешаков. События. Галина Топелина Октябрь Продолжение следует...